Добрый день, друзья! Сегодня 18 декабря 2023 года. Я решил в такой спокойной обстановке записать видео-ответ на свой же, так сказать, на свой же ролик, на свои позывы, связанных с недавней прямой линией президента и ответов, которые он дал в канун предстоящих мартовских выборов главы государства. Вчера один из уважаемых комментаторов дал свою оценку с взглядом, может быть, прошлых лет, с возможностью анализа эпох разных руководителей, начиная с прежнего Хрущева и всех остальных. Но я как бы столь далеко, к сожалению, не могу проанализировать, хотя есть исторические заметки, есть моменты, которые, как говорится, из песни слов не выкинешь. Скажу одно. В современной, так сказать, России я вступил во взрослую жизнь, закончив университет, как раз в начале правления нашего уважаемого президента. И в 2002 году, став муниципальным служащим главы администрации Силикатного, на протяжении до 2012 года застал, так сказать, несколько его правлений, в том числе и в тот момент, когда произошла всем известная рокировка Путин-Медведев, снова Путин. И в этот период я работал. Не могу в нескольких словах сказать, что в начале своего пути и в начале пути его, так сказать, главного товарища по своим достижениям, Медведева, были нацпроекты. После лихих 90-х, подчеркиваю, которые продлевались всего 10 лет, началась эпоха, может быть, перераспределения и нормальной работы. Хотя были большие проблемы с монополистами, с энергетиками, которые осуществляли веерное включение электроэнергии. И главным музитером по всей стране был Чубайс. Чубайс был и в эпоху 2000-х годов, и в конце 2000-х годов, и в 2010-м. Потом же этот же реформатор Чубайс в 90-е привел к тому, что развалились все основные отрасли. Вот эта вот огульная приватизация, это все был тот же человек, который был в команде президента всегда. И сейчас он где-то в Израиле, где-то, и с него никто не спрашивает. За то, что весь инновационный комплекс Исколково на самом деле оказался мыльным пузырем. И ничего в нашей стране большого, гигантского не придумывается и не придумывалось. Мы только сдирали, слизывали пиратским образом, копировали то, что сделали где-то в других странах. У нас, к сожалению, это факт, у нас нет своего достаточно стойкого в промышленности электронной и во многих других. Нет своего четкого бренда, который бы пользовались в России все предприятия. Предприятия по-прежнему работают на тех системах, которые установили компании Siemens и многие-многие другие. Наши, конечно, программисты, хакеры и все остальное пытаются адаптировать, какими-то там подпольными путями приводят запчасти. Но на самом деле вся эта система в любой момент может рухнуть, потому что она неустойчива. Ведь изначально ее собирали не у нас, а собирали за границей. И они, в отличие, наверное, от нас, имеют какие-то доступы для того, чтобы блокировать и вывести из строя. Все гаджеты, все телефоны, все наши возможные приспособления, они все в своем большинстве собраны в Китае и во всех других странах, которые поставляют микросхемы и все остальное. Мир, давно уже большие, например, машины, на которые я работал в полюсе, 170-тонные и 200-тонные Каты, Камацу, они все собраны и собираются всем миром, и собираются штучно. Когда говорят, поставим наши Белазы, Белазы только не выпускают. А потребность в этих машинах, она колоссальная, большая, потому что для добычи сырья, золота, платины, урана и многих других нужна специальная техника, которая уже всем известна и востребована. И нового там ничего не придумываешь, потому что каждый элемент вот этой большой системы, он влечет за собой большие затраты. И сейчас, когда мы разрываем всячески все связи и говорим только про Америку и про то, что они плохие, мы хорошие, это неправильно. По большому счету есть экономический бизнес, бизнес-связи, традиции и многое другое. Политика, политика, а все остальное-то как? Мы уже давно сами много чего не выпускаем. Мы давно всех, я вчера в комментариях писал, давно всех пустили в нашу страну. Пустили для того, чтобы они наше добытое сырье перерабатывали, делали какую-то продукцию. Их технологии, их специалисты учили наших, и в том числе они, многие там свои линии и многое другое, они их всеми нужными не только законными, но и техническими средствами защитили от того, чтобы мы могли это все скопировать. Поэтому мы не можем на их заводах собирать их машины, потому что комплектующие идут в основном от них, но из нашего сырья. Поэтому странно через 20 лет понять, что за границей хотела нас уничтожить. Да, не всегда нас хотели уничтожить. Это гегемония, это власть, это никакого отношения ко многим процессам не имеет. Но, пользуясь возможностью, я вам рассказываю, что в 2002 году в администрации в центральной части России, на Средней Волге, в администрации стояла печатная электрическая машинка. В соседних населенных пунктах в радиусе 12 километров была механическая печатная машинка. Это был 2002 год, прошло всего 20 лет. За эти 20 лет сейчас там стоят компьютеры, современные ноутбуки, айпэды и все такое. Эти все новшества принес нам не Россия, это принес нам Запад. Мы от них зависим. Интернет и все остальное, это не придумано нами, это придумано ими. И как мы будем с этим дальше работать, неизвестно. Идти в первобытный строй, ну, никого смысла нет. Наша молодежь уже воспитана на этих гаджетах. И она будет требовать новое, новое, современное, высокотехнологичное. Вот. Я не против того, чтобы каждый гражданин с измененными конституциями мог участвовать в выборах. Но давайте зададимся вопросом, а кто будет преемником? Нашему президенту уже больше 70 лет. Мы все понимаем, что наши родители и многие жители после 70 лет, им тяжело. Им нужно больше покоя и отдыха. Но мы насилуем нашего президента, просим его возглавить государство еще на петлю. Он может быть и выдержит, но мы не заботимся о его здоровье. Мы заботимся о своих, наших целях, чтобы государство было спокойно. А кого готовит или кто готовит людей, которые заменят президента? Рано или поздно он уйдет на покой. Кто будет вместо него? Почему эту интригу оставляют на поздний срок? Почему сейчас вместе с президентом нет того молодого перспективного руководителя, который вместе с ним продолжится его идею? Мы же говорим о президенте не только как человеке, а как руководителе команды, которая в дальнейшем нашу Россию поведет к светлому будущему. А какое оно светлое будущее? Какой целью мы преследуем войну на Украине до конца? До конца до чего? До границы с Польшей или до какой границы? Или что мы должны там все уничтожить? Или что мы там должны сделать? Кого-то освободить, ну допустим, освободили мы Донбасс и все остальное, а дальше кого мы освобождаем? Почему за целый год у нас каких-то вот больших военных успехов нет? Из-за того, что Запад помогает, мы же все понимаем, при всей помощи Запада, Европы, Америки и всех остальных, их военная мощь гораздо больше, чем у нас. И это мы тоже понимаем. И нас только разделяет количество ядерных боеголовок. Но этим же никто не будет пользоваться, потому что погибнут все. А какая цель? Мы освободительную войну ведем? Завоевательную войну идем? Или какую-то другую операцию ведем? Что мы хотим добиться? Взять Киев, взять какой-то другой город? Или поставить границу в другом месте? Что должно произойти? Кто-нибудь может объяснить? Президент этого не дает четких указаний. Ну, и опять же, большой минус, который я хотел бы сказать. А кадровая политика внутри страны. Почему у нас большинство руководителей не соответствует ни образованию, ни опыту, ни возможностями работы на местах и на уровне поселений, и на уровне районов? Кругом много бестолочей, которые не образованы, а их никто не учит. Никто с ними не работает. Но количество надирающих органов всегда возрастает. И потом возникает ляпка. Потом возникает то, что все по телевизору везде говорят, что все чиновники плохие, казнократы и многое другое. Зачем так создали мнение о людях, которые занимаются профессиональной деятельностью? Это же неправильно. А почему их не учат? Почему с них не спрашивают? У меня много вопросов. И, к сожалению, на них мало ответов. Но я считаю, что будущее у нашей страны – это согласие со всеми сторонними, соседями и движением вперед. Потому что я не за Америку и не за другие западные страны. Я и не за Азию, которая нас со всех сторон закрывает. Я за независимость каждой страны в отдельности. У каждого свой путь. Какой путь предлагает светлое будущее, предлагает наша правящая партия и все остальные, пока я не понимаю. Но знаю одно, что самое большое количество коррупционеров, которые были за последние 20 лет, это из партии «Единой России». Самые громкие скандалы с губернатором – это все партии из «Единой России». Все, что связано с криминальным миром, почему-то партии «Единой России». И никто, и даже сам председатель, и глава не ответил за них. Почему на сегодняшний день эти руководители несут ответственности? Как-то так. Ну, простите за такое большое развернутое. По-другому не выскажешь. Хотя я могу ответить на другие вопросы. Сегодня ветрено. По прогнозу, до 42 километров. Ветер будет в час. Ветер будет в тучу. Поэтому он хотелся теплее. Надо сходить на почту. Вот. Вы увидите мое обращение по поводу ответа на комментарии. Оно, может быть, не полностью все отражает. Но в целом, оно подразит именно позицию, что нужно задуматься. То есть я об этом дошибу. Почему-то никто работает до ошибки. Вы не хочет видеть, что за 20 лет очень много сделаю ошибок. От этого пострадали наши жители, наши страны. И большей степенью пострадало то поколение, которое будет строить Россию дальше. Последняя неделя рабочая полная, декабрьская. Потом уже будет там праздники наступить. Поэтому всем хорошего настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!